Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре очередной микродвигатель. Кстати, не такой уж он и микро, он довольно таки большой. Это бензиновый мотор, у него есть карбюратор, есть свеча, есть даже мозги настоящие. Здесь все по-взрослому. Обратите внимание, имеется подсос и дроссельная заслонка. Я еще пока не разбирался, что здесь как работает, что крутить. Думаю, по ходу пьесы мы поймем. Свеча довольно таки большая. У меня есть свечки сильно меньшего размера, которые я уже использовал в своей турбореактивной тяге, когда делал микро турбореактивный двигатель. Очень много раз мы уже тестировали всевозможные модельные двигатели на канале, но такого гигантского еще не было. Ранее мы запускали в основном только те, которые работают на метаноле. Вот здесь яркие представители лежат. Этот клоп имеет объем 0,2 кубических сантиметра. Здесь 35 кубических сантиметров. Также были интересные экземпляры в виде высокооборотистых движков. Вот яркий представитель, имеющий однолопастной винт. Есть какие-то в преимущества, либо нет. Ну не мне судить. По идее какие-то есть и такие движки иногда использовались. Ну редко встретишь. У меня был такой экземпляр. Я вам показывал, как он работает. Ну и вот мотор в принципе похожий на бензин. Такой же двухтактный, только у него другая свеча, как можете обратить внимание. Свеча накаливания, потому что он работает тоже на метаноле. У него 10 кубиков рабочий объем. Здесь 35 кубов. Свечка здесь не просто так. Здесь также есть и мозги, то есть модуль зажигания. Запитываться он должен от датчика холла. Датчик холла установлен вот здесь, с этой стороны. Есть, правда, негативные моменты внутри вот там, в гильзе. Я наблюдаю небольшие задиры. Поэтому мы по-любому будем делать ревизию и смотреть, что же там за задиры такие, насколько они критичные и что можно будет ждать от этого мотора. Модуль зажигания выглядит вот так. Есть выход на свечу и два пока что непонятных для меня выхода. Пока не понятно, как этим пользоваться. Но я думаю, интернет выучит. Также в комплекте имеется нераспакованная моторама. Я думаю, мы ее успешно распакуем. Ну что ж, ребята, давайте сделаем ревизию и посмотрим, что у него внутри. Обычно вот эта штука тяжело снимается. Но здесь, как оказалось, она на шпонке. То есть ее не провернет, она легко снимается. Корбюр закручен как-то под углом. Ну прокладку мы подрывать не будем, пожалуй. Канал не такой уж и большой. Есть что тюнинговать, есть выступы. Болтики можно было бы заменить на титановые для облегчения. Все очень просто. Куполообразная камера сгорания. Вот и все. Есть медная прокладка регулирующая степень сжатия. Кстати, в комплекте больше вроде бы прокладок никаких я не видел, кроме как прокладки на глушитель. Можно, получается, вынуть гильзу. Хлоп и все. На поршне имеется одно колечко. Но сейчас мы увидим его. Такие двигатели уже не 3-5 часов имеют ресурс, а несколько больше. Насколько я понимаю, более 100 часов ресурс у бензиновых моторов довольно таки много. Ну и что там у нас в гильзе за задиры? Пальцем чувствуется. Ну вроде бы не глубокие. Но это печально, конечно, ребята. Задиры на таком моторе. Мотор-то новый. Вот в чём прикол. Но может быть ещё походит. Надеюсь на это. Цилиндр долой. А гильзу такое чувство, что повредило вот этим кольцом на поршне. Почти сто процентов можно дать гарантию. Здесь такие острые кромки вы себе даже не представляете. Мне кажется, надо бы их немножечко зашкурить в этом месте. Прям совсем, слегка-слегка. Внутри игольчатый подшипник. Пальчик фиксируется с одной стороны. Какой-то он тоненький. Но поршень гигантский, друзья. Я ещё таких движков не видел. Есть, кстати, стопорочек здесь. Видите, маленький такой. Чтобы не проворачивалось кольцо. Фантастика, просто фантастика. Немножко пригласил коленвал молотком. Вот такой красавчик. Вот здесь в этом месте можно тюнинговать, сглаживать неровности. Вот эти ступеньки посгладить, чтобы легче заходила смесь. Наверное, стоит это сделать. Попробую точнуть колечко немножко. Есть у меня тут алмазный надфиль. Реально действовать надо сверхаккуратно. Супер ювелирная тут точность должна быть. Ну вот так, я думаю, будет достаточно. Ничего не видно, что я тут точнул, не точнул. Колено, по идее, калёное здесь. Но фрезы у меня дерзкие, поэтому должно прокатить. Было очень много острых кромок, но теперь всё огонь. Огонь, ребята, огонь. Всё, можно потихонечку собирать и думать, что делать дальше. Класс! Раньше я там видел ступеньки, а теперь всё чётко. Посмотрим, что у него тут заглушитель. Глушитель это же не простая вещь. Катики уже вырезаны из даты на металлолом. Видите, нет катализатора. Глушитель, как ни странно, без всяких прокладок, то есть из него будет сопливить. Это не прикольно. Видите, какой, ребята, камеры всё-таки присутствуют. Вот отсюда всё выходит и распределяется по отверстиям в камеры. Посадил болты на герметик, ибо если они вырезаны, выкрутятся, то могут попасть в цилиндр, что не есть правильно, как вы понимаете. Слушайте, а с глушителем и моторамой не так уж, что он и плохо смотрится. Так, ребята, сейчас будет магия подключения. Взял батарею. Так мы присоединяем. Сейчас я подключаю на модуль, снял свечу. Ну и по идее при провороте должна быть искра. И вообще как-то что-то должно себя проявить, показать, загореться там, не знаю. Тут лампочек никаких нет, загораться нечему. Так что будем лишь ловить искру, ребята. Я надеюсь, искра будет. О, есть искра. Вы видели? Класс! Магия какая-то. Немного меньше света, иначе будет непонятно. И вот я тут мимо датчика холла сейчас буду крутиться. Ребята, всё присоединил. Решил делать ночную обкатку, чтобы, так сказать, не замораживать выпуск контента на канале. Смотрите, есть такие рычажки. Один из них закрывает, открывает подсос. Другой это ручка дроссельной заслонки. Здесь, как оказалось, всё очень просто. Одна трубочка подходит к карбюратору. Второй конец опускается в бутылку с бензином, разбавленный с маслом. Размешал 1 к 25. Ну и ещё нужно будет подключить проводок на питание. Ну что ж, подключаем и пробуем запускать. Бензиновые, по идее, легко должны запускаться. Присну немножко топлива, потому что на улице не особо тепло. Вообще хорошо бы, конечно, быстрый старт использовать, наверное, в этих условиях. Первый запуск после ремонта всегда не очень. Но мы попробуем. Закрываем подсос. Вот так вот дроссельную заслонку. И пробуем. Компрессия не очень... Ох, дёрнуло. Ничего себе, что неужели сразу заведётся? Нет, сразу не завёлся. Но ещё ни разу такого не было. Страшно, конечно. Тут уже мощности большие. Как бы не дало по пальцам очень сильно. Может и отрубить. Но вы понимаете. Пока движений никаких. Может подсос под открыть? Может так? Может много? Может перезалил? Как-то так легче стало крутиться. О, первая вспышка. Есть. Вы видели огонь из выхлопнули? Вот это да! Топливная система вроде прокачанная. Я прокачал. А ну-ка, 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 ну давай. Ну, давай! Пусть немножко прогреется, потом попробуем показать. Такой звук, друзья. Вроде бы обкатку прошёл успешно, но выяснилось, что с карба бросает топливо туда-обратно. Обратными вспышками какими-то вылетает топливо, попадает на цилиндр, загрязняет его. В общем, знаю я, что с этим делать. Обычно на карбы сверху устанавливают вот такого плана диффузор. Но конкретно этот не подходит, он слишком маленький. Мы вытащим свою дудку и установим. Всё-таки не просто так она придумана, а не просто так надо ставить эти дудки. Неплохой такой получился диффузор. Думаю, теперь топливо бросать в обратку не будет. Может быть даже мощи прибавится. Всё может быть. Класс! Так, ну что ж, я готов попробовать измерить тягу этого аппарата. Пропеллер установлен не совсем оптимальный. Всё дело в том, что у меня рассыпался старый пропеллер. Потому что двигатель при обкатке, при газовании оторвался просто от стенда. То есть я не знаю, вот он сильно вибрирует всё время и я на четырёх чёрных шурупах его крепил. Они отвалились почему-то, ребята. Ну не знаю, как так получилось. В общем, отвалились. Как же так вышло-то? В общем, сейчас новый пропеллер. Мало того, он ещё тянет вон туда, то есть не на себя, а туда и головка сильнее греется. Мне кажется, так оно только быстрее обкатывается. Вроде бы проблем никаких не замечено, потому что самолёты иногда имеют двигатель с толкающим винтом и он всё-таки как-то должен работать. Жалко проб, тот был хороший, мне кажется, тот тягу больше давал. Но этот, в принципе, по размеру тоже соответствует. Бачок, как видите, поставил немножко побольше, намесил много свежего топлива. Ну что, давайте измерять тягу. Тягу хочу измерить, тягу. Говорят, что этот двигатель он как бы не очень. Ох, коленка стреляет, что там стреляет. Без старта расскажу я вам, так он заводится. Прогреваем потихоньку. Тягу на холостом 1,4 килограмма. Ну что, газуем, смотрим. Тягу он показал 6,5 килограмм. Кстати, ребята, подскажите в комментариях, нормально для такого двигателя 6,5 килограмм или маловато. Мне кажется, очень мало. Но всё-таки он как-то меньше стал греться. То есть раньше я до 150 его мог разогреть. То есть сама головка грелась так. Сейчас 145 и максимум больше я не смог нагреть. Хотя кочегарил нормально. Хотел вам показать температуру. Как-то греется меньше. Видать, он продолжает обкатываться. То есть я не знаю, когда он обкатается. Я уже, честно говоря, два дня им занимаюсь. И просто не знаю, когда он обкатается. Потому что, похоже, это долгий процесс. Надо обкатывать, может, его в воздухе уже летать на нём или ещё что-то как-то. Мне кажется, тяга настолько маленькая, что такой двигатель ставить на модель, делать под него модель даже и не знаю, какую и как. Всё-таки как-то маловато 6,5 килограмм. Ладно, у меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, друзья. До новых встреч.